Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Следите с парнем, доброго года. За последние два месяца произошло очень много плохого с его стороны, не выполнял обещания, подводил в один момент, чуть не рассталось. Ага, ну я всё переролила и всё вроде стало хорошо, но за эти две недели ада, что мы пережили, мы достаточно сильно отдалились. Я изменился очень, стало где-то грубо, невнимательно, возможно сказывается обида и злость к нему, а он не стремится убедиться весь в делах. Я тоже шла в себя и понимаю, что мы отдаляемся друг от друга и уже не то всё. Я не знаю, то ли мне снова спасать отношения и меняться самой, или посмотреть ценность свою в его жизни. Мне думается, что никто не знает, что вам делать в этой ситуации. Ну просто, просто потому, что только вы можете решить, что вам делать. только потому, что только вы можете прийти к какому-то решению вы сами. и вы распоряжаетесь, как мне видится в своей жизни. Я думаю, что начинать нужно с ваших чувств, которые есть. Начинать нужно с ваших переживаний, которые у вас есть. Начинать нужно с их проживания. именно с проживания ваших чувств, с проживания ваших эмоций. Да. Вот. Потому что сейчас они не дают вам покоя, они не дают вам возможности двигаться дальше, и именно из-за них вы не очень понимаете, чего вы хотите. вот. Потому что они, ну как бы вас вот перекрывают, перекрывают ваши, ну, ваши желания, наверное. Я бы так это назвал. То есть вот просто перекрывают ваши, ну, патроны. Вот. Вот. Перекрывают, возможно, все. Вот. Поэтому это первое, с чего нужно начать, с проживания обид. Вот. И так далее. И так далее. Второе, с чего нужно начать, это с того, что вы склонны как-то обесцениваете, да, не прислушиваете, не прислушиваете. Ну, к себе самой, получается. Вот. Главное, самое, чтобы игнорировать то, что вам важно. Вот вы пишите, что за последние два месяца ваш парень не выполнял обещания и проводил. Да? То есть это не происходит случайно. Вот. Ну, то есть, как бы, подобные вещи, да, они не происходят случайно. Если, если такие вещи происходят, ну, значит, что-то случилось, да, что-то что-то изменилось. Я имею ввиду, ну, в отношениях, в отношениях с вашим, ну, молодым человеком. Вот. Что-то произошло. Вот. Только вы, как мне кажется, не заметили, не заметили того, что произошло. Вот. То есть, мне кажется, что вы вот этот аспект, ну, пропустили. Вот. А, причём, так, знаете, пропустили вот, ну, достаточно привычным образом. То, что вы начали отношения спасать, то, что вы начали пытаться как-то вот, как вы говорите, вырулить. Это, на мой взгляд, является проявлением уже компенсации, как мне кажется. Вот. То есть, вы таким образом компенсируете вот свои, значит, ну, потребности. Это очень важно, очень важно это понимать, что вы, ну, пытаетесь компенсировать свои потребности. Вот. Потому что, ну, на мой взгляд, всё довольно очевидно, да, что вы не подслушиваетесь к себе. А вот, вы игнорируете себя. И, ну, нужно это как-то восполнять. И вот, вы исполняете. Вот, вы исполняете, как умеете, как можете. Вот. Ну, на мой взгляд, опять же. Да. Вот. Ну, как умеете, так и вы исполняете. Ну, ничего в этом такого нет. Ну, ну, прямо вот ужасно, конечно. Другое дело, другое дело, что можно и нужно, можно и нужно учиться. И опять же, посмотрите, посмотрите, посмотрите на ситуацию с такой стороны. А вот, что вы предполагаете, что вашу ценность мужчина, например, будет видеть, если вы будете, ну, спасать отношения. Вы сомневаетесь в том, что если вы, ну, увидите свою ценность, то мужчина также её увидит. Вот. То есть у вас есть определённые сомнения, получается, на арчёт. И вот это, как мне кажется, очень такой, достаточно тревожный сигнал, достаточно тревожный знак. Вот. Потому что если вы, вот, как бы, своей ценности сами не видите, то её не будет видеть в этом смысле никто. Вот. К сожалению. Ага, вы, получается, как-то вот как раз на это рассчитываете. И если вы на это рассчитываете, то вряд ли вы это делаете, скажем так, первое. Да? То есть, скорее всего, вы это делаете уже не в первый раз. Вот. Скорее всего, вы так поступаете по отношению к себе, ну, регулярно. То есть у вас есть привычка определённая, у вас есть опыт определённый, ну, вот, скажем так, в этом направлении. Вот. И вы можете совершенно спокойно, чисто, чисто интуитивно, вот, можете так действовать. И, собственно говоря, действовать. Вот. А другой человек, чем больше вы так действуете, тем больше понимает, что он вам нужен и что для сохранения отношений ему делать ничего особенное. Особенно не надо. Да? Вот. Зачем ему беспокоиться, если есть вы, которая всегда спасёт, ну, отношения я имею в виду. Зачем ему беспокоиться, если есть вы, которая всегда, ну, как-то вот, ситуацию разрулит. Вот. И так далее. Понимаете, да? Какая штука. То есть, чем больше вы занимаете активной позиции, тем больше мужчина занимает пассивную позицию. Вот. И, собственно говоря, всё. Это не означает, что вам, например, нужно всегда занимать только пассивную позицию. В ни в коем случае, если вы хотите, вы занимаете позицию активную. Это нормально. Но речь идёт о том, чтобы вы себе не изменяли. Речь идёт о том, чтобы вы себе не предали. Вот. Речь идёт о том, чтобы вы, ну, относились к себе более, ну, не знаю, более внимательно что ли. Вот. А, офисов, 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 на данный момент, а, такого не происходит. И это называется диссонант. А, ну, в отношении. Понимаете, да? Иван Блох, вот, конечно, врыв важного места занимает еще такой аспект, из чего, вот, ну, буквально, из чего состоит ваше противоречие, то есть, как получается, так, что вы оказались в этом противоречии, как получилось, так, что вы, ну, не знаете, что вам делать. Так, да, как бы, вот, как так получилось. Это тоже, на мой взгляд, достаточно важный взгляд, потому что противоречие обозначает, что вы не прислушиваетесь к себе, может быть, не знаете, чего хотите, а может быть, и боитесь, боитесь, ну, признаться себе в том, чего вы хотите. Страшного в этом ничего нет, опасного в этом ничего нет, но подкорректировать этот аспект, на мой взгляд, как минимум стоит, чтобы вам было спокойно. Еще один важный момент заключается в, я бы сказал, о том, что у вас имеет место быть ожидание, то есть, вы ожидаете от, значит, машины, да, чего-то, вот, ну, по сути, там, на постоянной основе, да, вы из него ждете, чего-то. Вот, и очень важно, как вы ему об этом говорите, очень важно, что вы получаете ли вы, получаете ли вы обратную связь на свои ожидания, на то, что вы ждете от него. Если получаете, вот, то хорошо, но если нет, если не получаете, то, то, что вы ждете, является, по сути, ну, вот, вашей иллюзией. Только, только вашей иллюзией. Конечно, когда иллюзия не оправдывается, да, когда вы, ну, понимаете, что это неправда, когда вы как-то, ну, замечаете, может быть, да, что на самом деле вот все не совсем, так, как вы ждете, ждете, ожидаете, надеетесь, что эффектно вам становится больно. И больше всего хочется обвинить именно своего молодого человека, вот, сказать ему, что это он виноват, сказать ему, что это его виноват, да, как бы, ну, целиком и полностью. Ну, ну, я не думал, что хорошая идея кого-либо обвинять. Я думаю, что хорошая идея замечает осознавать ответственность, что я делаю для того, чтобы то, что происходит становилось возможным, что делает мой партнер для этого. и дальше можно здесь задать себе следующий вопрос, что я хотела бы, ну, или хочу, да, с этим, делать, если я вижу вот, что, ну, ответственность вот она такая, что вот складывается вот, ну, вот так складывается, да, что я с этим хочу делать, что я с этим могу делать, ну, и соответственно, что я с этим не хочу делать, что я с этим не могу делать. То есть это вот те, на мой взгляд, важные моменты, на которые у вас имеется смысл обратить внимание. Начинать, конечно, нужно с того, чтобы озвучить то, как вы видите ситуацию своему молодому человеку, да, то есть, ну, сказать ему об этом, сказать ему об этом. Вот, сказать, что вот я себя чувствую, ну, я себя чувствую вот, ну, вот такой, я себя чувствую вот так сейчас, и, там, мне, там, например, сейчас некомфортно, да, мне, например, сейчас, сейчас, там, там, ну, грубо говоря, тяжело и прочее. Вот и, ну, вот так вот, знаю, давайте посмотреть на его обратную связь, да, посмотреть на его реакцию. и дальше решать, что вы хотите, что вы хотите с этим делать, да, и хотите ли вы вообще с этим что-то делать. Не лишним было бы и уточнить то, что вы чувствуете к мужчине, к твоему мужчине, ну, сейчас, сейчас, то есть не лишним было бы уточнить, любите ли вы его, или у вас какие-то другие чувства. Ну, это больше, например, привычка, да, допустим. Ну, это, допустим, привычка. Или может быть что-то еще. Вот. То фото тоже, вот, все не лишним было бы, было бы преследовать. Если молодой человек, так же как, к примеру, и вы, считает, что в отношениях надрел некий кризис, то он может, так же как и вы, обратиться за помощью, вот, в том числе, вместо с вами, то есть это такая вот, получается, парня. 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 Парня получается. Работа. И именно для понимания, именно для, именно для прояснения, вот, моментов, которые вызывают у вас вопрозы. Вопрос. Ничего в этом страшного или постыдного нет. Если мужчина не хочет, то в таком случае вы одна самостоятельно обращаетесь за помощью и разбираетесь в себе, разбираетесь в том, что с вами происходит, разбираетесь в том, на что вы сейчас нацелены, вот чего вы сейчас хотите и так далее. Самое главное, самое главное для вас, на мой взгляд, это дать волю чувствам, которые сейчас у вас преобладают. Да, то есть это вот, ну, такие, получается, достаточно болезненные эмоции, обиды и так далее, и так далее, и так далее. Ну, повторюсь, что ни к чему это вас не принуждает, ни к чему вас это не обязывает. Вот, вы сами сделаете свой выбор, вы сами примете решение относительно того, как вам поступать дальше. Вот, вы тут можете такое решение принять только вы сами и больше никто. Но, чтобы решение было таким, вот, продолжающим вашим ценностям, да, крайне необходимо, чтобы оно было честно. То есть, вот, нужно, ну, достаточно хорошо понимать, что это может быть неприятное решение, это может быть решение, которое вас страшит, вот, но это может быть именно то, чему лежит ваша душа. Вот, если вы, если вы надеетесь, что в результате такой паузы все как-то вот само собой образуется, то нет. Как правило, приводит лишь только к, ну, еще большему, как бы, ухудшению отношений, потому что люди привыкают. Люди привыкают к тому, что, ну, вот, вот так вот. Такая история. На этом все. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответству. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи вам, всего самого доброго.